Всем привет! Меня зовут Алина, я маркетолог торговой марки Fox. Мы находимся на фестивале Nails of the Year Awards 2019 в городе Киев. В рамках фестиваля на стенде торговой марки Fox мы презентуем летнюю лимитированную коллекцию гель-лаков Fox Feel the Tropics и угощаем всех лимонадами. А еще у нас для тебя сюрприз. Досмотри видео до конца и все узнаешь. Первый спикер вашего фестиваля! Что такое вовлеченность? Ну, я думаю, ни для кого будет не секрет, что для Instagram важнее лайков, комментариев и сохранений. Да, вы знаете, чего же комментариев и сохранений. Чем быстрее пост выходит в то. Фишка в том, чтобы в профиле всегда был кач в Instagram. Потому что он всегда переживал, всегда жир. То есть активные профили Instagram сам продвигает по своим алгоритмам. Чем больше активности к этому делу, тем лучше для нас же самих. Это очень частая ошибка и очень много вопросов поступает. У меня не идет воздух. Средним пальцем вы непроизвольно закручиваете подачу воздуха. Как только у вас идет воздух сквозь весь аэрограф. Смотрите на эту дополнительную функцию, если она у вас есть. Потому что не на всех аэрографах есть такая, скажем, дополнительная функция. И еще такой момент тоже очень часто встречается именно вот в этой модели. Потому что у нас открытый фиксатор иглы. Если при подаче воздуха у вас идет краска, первое, на что нужно смотреть, на фиксатор иглы. Либо мы его перетянули, либо мы его не докрутили и игла вышла из сопла. Поэтому мы продвигаем иглу, закручиваем фиксатор, одеваем заднюю часть и работаем дальше. Главное ошибки при химическом термическом ожоге – это продолжение. Покрываем дальше. Клиент говорит о том, что он видит проблему, ну давай покроем. И мастер говорит, ну давай покроем. Вот этого делать нельзя. Не берите на себя ответственность. Объясняйте клиенту, пока он не поймет, что дальше покрывать не стоит. И второй момент – не протезируйте, если уж вы что-то убрали. Потому что в процессе протез – это еще хуже, чем если бы это был отстающийся ноготь. Протез из любого материала, из любого полимера. Но здесь вот два примера. Вы видите, что вроде бы убрали они коллизис, но показали сразу работу, что, мол, мы все восстановили. И выглядит так страшно. Вы видите, какой объем у этого протеза, что он еще и выходит за пределы фаланги. При любой небольшой нагрузке этот протез будет отрывать ноготь еще больше. Вместо того, чтобы восстанавливать, мы будем давать теперь полноценный травматический аникалит. Ну а то, что слева, в чем проблема? Если вы посмотрите на участок ногтевого ложа, который открыт, он покрасневший. А мы знаем, что есть четыре симптома воспалительного процесса. И первый из этих симптомов – это покраснение. Когда вы им цветочек нарисовали, они уже цветут и пахнут, они уже счастливы. А представляете, когда мы им ногти восстановили. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Я бы пожелала каждому мастеру ощутить это, лично ощутить. Мне понравились белые с бирюзовыми ставками кроссы и полосатые платья. Прекрасно. Если клиент пришел, ты просканировал, ты увидела, точно так же можно фигачить стемпинг. Вот что-то я так это вижу, да? С полосами черными или с какой-то геометрией. И какие-то акценты бирюзовые. Очень круто, очень стильно. То есть это по поводу того, где брать вдохновение. Когда я научилась любить себя, у меня одновременно на сегодняшний день развивается стремительно шесть гигантских проектов. У меня второй брак с одним и тем же мужем. И еще плюс один ребенок, то есть их теперь два, еще и собачка, что важно. И еще у меня каждые выходные полные залы по всей Украине, полутора тысячные по городам. И я не могу себя сегодня назвать эгористкой. Но ставьте себя центром вашей жизни. Это сложная полостная операция. Правда, это я так сейчас легко говорю. Но я поэтому и говорю, потому что я знаю, о чем я говорю. И я знаю, что завтра вы с этой мыслью все равно проснетесь. Потому что я это говорю от чистого сердца и проживших делавших много ошибок. И улыбайтесь себе в зеркало по утрам. Ой, это потрясающий метод. Но вы фиг завтра улыбнетесь. Угу. Спасибо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Спасибо. Спасибо. И мне очень страшно поднять цену. Потому что у нее кредиты, двое детей, муж бьет. Вот это вообще заслуженный учитель России. А это врач. И я сейчас подниму. А не осталась без моего маникюра. Везде такая, знаете, как Масяня сидела везде. Страх, боль, глупость. А я здесь прайс поднимаю. Да? Это как бы кажется, что такой жуткий капиталист. Что делать? Всем подняли. Вот выбрали одного учителя, врача или еще кого-то. И в качестве благотворительности конкретно ей оставили там старый прайс либо даже какой-то бесплатный. Смотрите, почему очень многие бизнесмены начинают ударяться в благотворительность. Знаете почему? Стыдно за свой успех. И они так откупаются от чувства вины. Ну все зло мира. Я правда не могу искоренить. Но я не могу ее заставить устроиться на нормальную работу. Уйти от мужа, который не содержит. Ну я не могу это сделать. И это не моя обязанность. Я всем подниму. И вот конкретно одной, самой страшной, оставлю в качестве благотворительности. Тоже легче становится. Максимальный чек у меня был от девочки, когда я работала плотно с клиентами, 300 долларов. Она просила, чтобы я сделала ей ногти. Сейчас утрамываю. Ну для Украины это большая цена. Знаешь, всю Россию еще, для вас, конечно, не такие большие деньги. Для Украины это много. Я вышла, сделала. То есть я на них очень хорошо выезжала. Которые не могут в мое рабочее время. Но этому нужно быть жесткой. Нужно четко ограничить, что я работаю до 18. Если ты хочешь ко мне в пол шестого, это будет столько-то. И никак по другому. Можно быть в 73 вот такой. Этой женщине 73. Дайте мне следующий слайд. Это тоже она классно выглядит в 73. Правда? Это российская модель. Мне она очень нравится. А можно быть другой? Можно у меня следующий слайд? Можно быть такой. Ну, либо дать следующий слайд. Либо такой. Вы себе сами выбираете, кем вы будете. И никто над этим, кроме вас, не властен. И если вас встретит однажды в кабинете мастер маникюра такой, как на первом фото, вы к нему сядете, сядете. Даже в один телес. Что ж там эту бабку ко мне напили? Вот в такой вы сомнительны, конечно. Но я вам рассказала. Вот тогда показала. Абсолютно три разные фотографии. И какого возраста. Эти люди. И по-разному воспринимаются. Я вам скажу, что я делаю 58. И я вам отвечу на этот вопрос, если он вас беспокоит. Мои хорошие, я уже нифига не вижу. Понимаете? И я уже ничего пилить не могу. И никого пилить тоже не могу. Я уже просто теперь одеваю очки. Вот так. Так что будет с вами? Вот сейчас. Пока 30. Пока 40. Выстраивайте. Все правильно. Не выгорите никогда. Если не будете любить вашу профессию. Если не будете любить ваших клиентов. А если будете выстраивать бизнес. И по времени. И четко. Для того, чтобы получить вот такой ананас с годовым запасом гель-лаков, выполни несколько простых условий. Подпишись на наш канал, если ты еще этого не сделал. Поставь лайк этому видео. А в комментариях напиши свой любимый продукт от торговой марки Fox и за что ты его любишь. Среди всех, кто выполнит условия, мы и разыграем вот этот ананас. Детали смотри в описании. Всем пока. Увидимся. Прекрасно. Всем пока. Я еще не ушла. А вот. Ой, все. 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 Все.